Приготовление Луны. Эпиграф из Гоголя. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге и прескверно делается. Делает её хромой бочар, и видно, что дурак никакого понятия не имеет о Луне. Январь случился после февраля. Как это обнаружилось, не знаю. В последний месяц жизни открываю на странные явления глаза. Возьмём, к примеру, вещь простую, как Луна. Луну обычно делает бочар из Гамбурга и делает прескверно. А ведь она страх нежный материал, которому нужно благоговение особенное. Это тот товар, что требует внимания и почтения. Подчар халтурщик не имеет о Луне, но никакого представления, как будто перед ним стекло или простой кувшин из-под варенья или вина. Ну, коль на то пошло, то всё зависит от того, какая именно нам следует Луна. В виде овала или жирошка или головы китайского башка. В ней, знаете ли, есть что-то от фарфора, изящного игрушечного вздора. Зависит от воображения. Бывают разные, конечно, мнения. Восточный шах какой-то утверждал, Луна должна быть, мол, из хрусталя. Один учёный голову ломал, стараясь отыскать такой металл, чтобы был прозрачнее стекла, но сохранял и прочность чугуна. Такую он хотел отлить Луну, которая была бы по всему, по всем статьям надёжней, чем Земля. Наверное, не хотели небеса. Другой учёный брат создал состав из странных синтетических чернил, которые никто бы не различил. Довольно долго всячески мудрил над этим он, но вся та штука в том, что тот найдиковиннейший сплав нельзя было увидеть на свету, а только погружаясь в темноту. Так ничего не доказав, бедняк сошёл с ума. И с той поры уж всякому не лень пытается создать свою единственнейшую Луну. Попробуйте. Для этого годится любая под рукой вещица. Ну, например, возьмите мишуру от ёлки после Рождества, Немного битого стекла, Немного грёз, мечтаний, слёз, Морозных законных роз, Цветок завядший, снятый с шляпки, Цветного конфетти обладки, Принятельность записок, Шум кулис, Округлость пиалы, Кумыс и немцев строгость, Говор англичан и русских баб Про старичивый гам, Вещей забытых, Старый хлам, Пылящийся обычно по углам, Картинку с вывески Из выцвешших реклам, Старинность жизни, Чёпорность и прелесть И театральных сплетен ересь. Тут в дело всё пойдёт. Коран, иврит, Украинские ночи И Невский утренний туман Над свинксами, Распятый в клочья, Больничных коек белизна И белизна монастырей, И непорочная снега, Сужающихся внутрь аллей. Ещё добавить детство сны, Что очертания луны Хранят в себе, Добавить страх Расставленных по жизни Плах, Бессонницу и бред ночей, И холод, Холод пустырей. Всё в ход пойдёт, И взгляд юродивого Вещей и безумной, Ночной красавицы наряд, И одиночество Средь шумной И веселящейся толпы, Всё это Гоже Для луны. Связать И закрепить Раствором Отчаяния. А жизнь В тартарары Уносится Под времени Надзором. Качают Головами У реки, Как призраки Безумья Фонари. Считая С моей жизни Сдачу, Луна Искрится Серебром И воском Лунным Плачет. Плачет, Стекая мне В ладонь Грошом.